Приветствую, приветствую вас, мои хорошие, за чашечкой кофе. Сегодня у меня, смотрите, какая махонькая чашечка, видите, истинно кофейная. И чашечка с водой, потому что кофе черный, я предпочитаю пить с водой, в прикуску. Так, мои хорошие, ну что, давайте по вашим вопросам и комментариям пройдемся, да? Многим нравится, когда я зачитываю комментарии, вопросы, посмотрим, что вы мне пишете. Так, Тамара Власенко, Будеможиты? Саме так, Тамарочка. Михальчук Анна, вот Михальчук Анна у нас как раз почетный гость канала, спонсор. Вопрос от нее, вопрос, может там Тихановская причастна, королева выпадает, может она тоже ставленница Кремля и причастна к подтравливанию Лукаша, может она более сговорчивая, молодая, управляемая, а Лукаш ухватился за трон. Тихановская, ну Тихановская, это та, которая в оппозиционном правительстве, да, она где-то, по-моему, она в какой-то стране Балтии живет, да, там где-то. Ну, я же в польской политике, вот этой вот внутренней, ой, польской, господи, я сейчас только что про Польшу читала, поэтому я все в Польше еще головой, понимаете, мыслями. Я белорусская не очень, там, ну, как бы про Тихановскую-то, конечно, знаю. Ну, то есть вас интересует, не связана ли Тихановская с Кремлем и не может ли она через нее, то есть подтравливать Лукашенко. Вы знаете, маловероятно. Ну, смотрите, по моим сведениям, Лукашенко сейчас находится на лечении, и, значит, за его здоровьем, мои хорошие, следят московские какие-то профессора. Беларусь, вот скажите мне, я же не знаю, но я много слышала, что в Беларуси очень приличная медицина. И, знаете ли, свои профессора есть, да, и, в принципе, из разных стран даже ездили на лечение в Беларуси. Вопрос, на кой президенту Беларуси лечиться под наблюдением московских профессоров? И одновременно с этим Москва пишет, что ничего страшного с Лукашенко не случилось, просто недомогание. Слушайте, ну, если у человека просто недомогание, вы эти заврались как, то на кой Москва присылает своих врачей якобы? Мне кажется, что это странно, да? Из Москвы, кремлевских профессоров. Слушайте, неужели в Беларуси нет своих врачей? Или у них просто у этих врачей этих звездочек на погонах не хватает? Мне вот интересно просто. Ну, то, что Кремль пытается контролировать Лукашенко, держать его в заложниках, да, как-то выкручивать ему руки, это точно. Причетно ли к этому Тихановская? Я очень сомневаюсь. Там своя баба есть. Вот у них там в правительстве в Беларуси есть какая-то тетка. Она весьма прокремлевская, управляемая. Я так понимаю, она один из кандидатов, кто может стать в управление после Лукаша. Есть там у вас такая, да, вот, не знаю фамилию я ее. Так, на слух пойму, но произвести не могу, произвести не смогу. Вот она может. Через нее, ну, вы же понимаете, это же делают приближенные люди, это же не делает какой-то политик. Это делает кто-то, какая-то там нянька-сиделка, фармацевт какой-то местный, ну, что-то такое. Повар даже может, кто угодно, да. Так, ну, а Тихановская, ну, давайте, давайте Тихановскую глянем. Сейчас я, ну, на всякий случай, есть ли у нее связь с Кремлем. Интересно же, да? Давайте. Тихановская, ага. Светлана Георгиевна Тихановская. Она? Уроженная Пилипчук. Ага, ну, давайте, Тихановская. Если у тебя связи с Кремлем, Светлана, если у тебя связи с Кремлем, Тройка Живла, Королева Кубка. А, смотри, опять Королева. Это что ж такое? Ага. Ну, смотрите. Я бы сказала, что у нее есть, несмотря на всю ее проевропейскую такую вот позицию. Но на самом деле, да, у нее есть. Есть, моя хорошая. Причем, ну, от слова вообще есть, смотрите. Только, возможно, оно через кого-то. Вот, смотрите, вот у нее пути через каких-то других людей. Возможно, это не напрямую, потому что слишком тут много, видите, несколько королев. А то, что есть, да, да. Так что не такая она прямо пушистая. Тихановская, ну, точно есть какие-то связи, видите, причем она даже может что-то получать от Кремля. Там есть какие-то интересы, однозначно, есть. Но я не думаю, что она его там как-то... Ну, хотя, может ли Тихановская как-то влиять на здоровье Лукашенко? Может ли Тихановская влиять на здоровье Лукашенко? Двойка. А вы знаете, теоретически может. Ну, вот что прикольно. Вот карты говорят, реально, теоретически очень даже может. Интересно, я кинул. Вот смотрите. Смотрите. С кубком. Смотрите. 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 В ожидании, да, вот она, смотрите, вот она может, да, какой-то выбор ее, да, такой резкий, понимаете. То есть она может поменять как-то свою позицию, сделать свой выбор, достаточно резкие какие-то телодвижения, да, резко поменять свою позицию, поменять свою позицию в ожидании, видите, ну, так сказать, наступление, в ожидании каких-то активных действий. Вы знаете, она может. Ну, я не ожидала. Она же вроде как такой прям европейский оппозиционер. В общем, я хочу сказать, что с Тихановской не все так просто. Белорусы вам там видней. Ну, она девушка непростая, Тихановская. А ну, давайте сейчас мы ее... Точно непростая. Тихановская. Какая у тебя связь с Москвой, Светлана Георгиевна? Какая связь с Москвой? Ну, борьба, ладно. Какая у тебя связь с Москвой? Связь с Москвой. Ну, удар от Москвы получает, от императора удар. Но есть... А, мои хорошие, смотрите. С Москвой там есть связь, но тут только просто так интересно. Вот смотрите. Что касается президентской власти, тут удар. Видите? Удар. Мы же воспринимаем Россия, Кремль, да, это Путин. А тут что-то другое. Смотрите. От правящей власти удар. Но есть сотрудничество у вашей Тихановской другое, с неким иерафантом. То есть, понимаете, отправишь там, где правительство, удар. А там, где некий иерафант, важный человек какой-то здесь, сотрудничество. Это какой-то король кубков. Так, значит, мои хорошие. И смотрите. И последняя карта в колоде. Есть у него связи с Москвой. Другой вопрос, что это не к Путину имеет отношение, а к какому-то другому человеку или к какой-то другой силе. Каким-то другим движением. Вот такие дела. Вот откуда вот ноги растут. То есть, это касается не Путина, а какого-то иерафанта. Но не Путина, потому что от императора она получает удар. Это явно не про него. Ну, наверное, что-то такое. Но вообще есть. Да, да, связи есть. Вот видите, как оно. Разбирать нужно все-таки вопрос. Ну, такие дела. Да, может ли она, может ли она как-то влиять на Лукашенко? Да, ну нет, нет, это не то. Оно по-другому работает. То есть, скорее всего, она не, видите, она, видимо, просто по-другому. Вот как-то по-другому. Не травит его, естественно, она не может его делать. А как-то по-другому пытается бороться. Помните, другой выбор борьбы. Но, скажем, как-то влиять, воздействовать старается, да, на то, чтобы его там скосило, перекосило, понимаете? Ну, вот в прошлом. Основная ее борьба в прошлом, видите? Ну, понятно, в прошлом то, что было. Вот. Но она, вы знаете, она еще надеется на свою колесницу. Вот опять, смотрите, лицарь мечей и колесница. То есть, она еще в надеждах на какие-то активные действия. Сейчас, видимо, в особых надеждах, потому что, видите, Лукашенко сдает позиции. Что-то он ослаб, ослаб. И пока он ослаб, она опять, видите, такая вся на взводе. Надеется, что сейчас у нее будет какой-то шанс, видимо. Ну, колесница, да? Что-то такое. Активное движение. Ну, в общем, будет интересно. Поглядим, что из этого всего получится. Ну, видите, Тихановская не так проста. Она имеет не только проевропейские, значит, связи, но и с Россией тоже. Только это не путинский. Это с другими королями. Вот так. Это вот так. Как-то так. Так. Жанна пишет. Я не могу ехать отдыхать. Нет никакого настроения и удовольствия. Хоть и живу в спокойном регионе. И до Болгарии часов 15 на автобусе. А Румыния вообще через дорогу. Ага. Ну, я поняла. Поняла, где вы живете, в каком регионе. Но как подумаю о тех, кому сейчас плохо, и на фронте, и в оккупации, и под обстрелами. Считаю, что не заслужила пока отдыхать. Только после победы оторвусь. Жанна, ну, понимаю вашу позицию. Понимаю вашу позицию. Я только не понимаю, а отдыхать нужно заслуживать. Знаете, немножко отдает у вас некоторыми психологическими проблемами невосприятие, знаете, себя. Ну, чтобы отдыхать, это не нужно, человеку не нужно заслуживать отдых. Это нормальный ритм жизни. Ты работаешь, отдыхаешь, работаешь, отдыхаешь. Если ты не сможешь отдыхать, ты не сможешь полноценно работать. Поэтому это не нужно заслуживать. Не нужно быть для этого хорошим. Это в норме. А, Жанночка, подумайте об этом. Вот подумайте об этом. Ну, а так-то, конечно, позицию вашу понимаю. Понимаю. Наташа, Оксана, пишет. Наташа, какая фирма чемодана? Мне тоже нужен маленький. Ну, я вам написала, это V&V Travel. Но дело в том, что я их жевала в интернете. Я не уверена, что он лучше и вообще ничего такого. Я так наугад. Вот какой нашла, набрала там ручная кладь. И все. Господи. Ну, поломается, поломается. Но я выбирала, исходя, знаете, из цены. Не то, что подешевле, а то, что так более-менее. Но вот этот ручной кладь, он вышел в 2 с чем-то тысячи. Я думаю, маленький чемодан, там сколько он там, 2 600 или сколько там. Ну, в общем, пусть 2 с половиной в среднем, не помню. Там какая-то акция, кстати, была. 2 600, может. Но для маленького, я думаю, это нормальная цена. Поэтому я, исходя из цены, как бы, думаю, ну, пойдет. Ну, хотя, может, я прощелкала, ну, будет как будет. Может, и поломается. Но вот мой чемодан, вот если вы хотите рекомендацию, то вот мой чемодан, который у меня сейчас. Так вот, я с ним объездила. Саней. Мы его купили перед Грецией. Мы с Аней поехали в Грецию с этим чемоданом. Потом мы были в Грузии. Потом мы были в Черногории. Потом мы были в Испании. Четыре поездки. Там были авиапереезды и автобусный. Автобусный был в Черногорию. По автобусам тягали, да. С этим чемоданом мы ездили в... Ну, в поездах не такое, но все равно их бахкаешь по ступенькам. В Трусковец. Так что, в принципе, он у нас уже лет пять служит верой и правдой. Вот правда. Вот чемодан, окей. Тут я уже его так, знаете, стараюсь беречь, потому что понимаю, что он... У него не отвалилось за пять лет ничего. Ни колесики, ни ручки, ни ножки, ни головки. Ничего не отвалилось. Пять лет. Я считаю, для чемодана... Ну, это, конечно, знаете, не такое, что ты постоянно в переездах, да. Мы там один-два раза в год ездим. То, в принципе, это хороший результат, я думаю. Я думаю, это хороший результат. Все равно. То есть он не одноразовый. По крайней мере, он не одноразовый. Да он вроде не стоил так дорого, но это же было пять лет назад, я уже не вспомню. Ну, в общем, этот купила, исходя из того, что ценовая политика как бы такая. Ну, такая, как вроде бы на приличную вещь, на качественную. Ну, а там кто, вы знаете, увидим. Что, заморачиваться за тот чемодан? Как будет, так будет. Так. Фаня Хасанова пишет. Какая вы притягательная. Ваше обаяние, сердечко. Смотрим и заряжаемся вашей энергией. Успехов вам и процветания. Мира и победы вам. Всем моим друзьям в Украине. Выдержать здоровья. Всем добра и мира. Фаня, благодарю вас от всех украинцев. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Так. Ну вот, да, от Люда пишет, коломеец. Наташа, чемодан гарный, яскравый, единый минус таких чемоданів, що вони дуже нижні. У мене в дочці за другою чи третій поїздки відламалася ручка. С частинкою чемодана. Ну, главное, чтобы не прямо в аэропорту, да? Да. Наверное, бывает, да. Не сомневаюсь даже. Ага. Вот, смотрите, Светлана Романова. Кстати, Светочка тоже у нас спонсор канала. Света, спасибо вам. Добрый день, Наталочка. Сегодня день семьи, с чем я вас и поздравляю. И под стать этому празднику вы готовитесь к своему семейному туру. Это здорово. Я тоже раньше уже слышала об этом турагентстве. И спланировали, и планировали им воспользоваться. Хотели поехать с ними в Карпаты. Но война, к сожалению, испортила наши планы. Но у нас тоже сегодня чемоданное настроение. Выезжаем вечером в экскурсионный тур в Румынию под трем замком. Думаю, ребенку понравится. Еще хотела бы посетить Грецию, Олимпы, передать привет Зевсу. Свет, пусть все ваши мечты сбываются. И ваша поездка в Румынию принесет вам удовольствие. Кстати, по поводу привета Зевсу. Если вы будете в Греции, и вдруг вам попадется экскурсия пещера Зевса, то предупреждаю вас. Это путешествие очень утомительное и для физически, знаете, таких закаленных людей. Это нужно подниматься достаточно высоко в гору. Вот такими вот, вот такими вот, вот такими вот, да, этими серпантинами. Пешком тяжело, ну, на услике как-то так непонятно, если честно, да. Вот, но сама пещера займет у вас там, ну, минут 5-7, да, не знаю сколько. А подниматься вы будете туда долго и тяжело. Мы еле дошли. Вот, тяжело было. Так что пещера Зевса, это для физически подкованных людей. Для почти, знаете, олимпов. Для олимпов. Вот, поэтому как-то вот рассчитывайте свои силы. Это если привет Зевсу. Были мы там. Но это пещера Зевса, это на Крите. Именно на Крите. Так, Светлана Грошева. Доброе утро, Наташа. Я вспомнила этот расклад об обстрелах с разных направлений. Удар сильный. Ведь так и получилось 13-14 мая. Неизвестно, чем они бахнули в Хмельницком, но что-то сильное. Плохое сбылось. Теперь ждем победу и возрождение Украины. Да, совершенно верно. Был расклад о том, что будет сильный удар. Сильный прям с башни, с каким-то большим разрушением. Что-то будет. Но, все равно Украина выстоит и еще и даст в ответ хорошо. Вы помните, ведь было действительно, что удары ударами, но Украина с карты победы. Украина должна была дать в ответ какой-то такой сильный удар. И смотрите, у нас на следующий день пошла атака по самолетам. И вообще, какое контрдвижение по Бахмуту. Ну, 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 ну. Так. Ага. Тетяна Тетяна пише. Привіз Киева. Наталочка, такие патріотичные стрички продаются в магазинах. Все для шиття. Принаймні в Киеве. Гарного отпечинку. Дякую, Танечка. Ну, звичайно, продаются. Звичайно. Так. Ну, але я не куплю. Я ж кажу, я не куплю. У меня я их из этих, господи, из этих медалей. Оце обрезаю и все. И все. Звичайно, продаются. Ну, трошисты-эторологи говорят, что там был склад, ну, в Мельницком, да, ракет с каким-то там ураном. И что всем нужно уезжать. Ну, что я вам скажу. Ну, склад это может быть чем угодно, но я не думаю, что радиоактивный фон какой-то напряженный. Ну, по крайней мере, в открытых источниках. Я специально проверила. По Хмельницкому даже меньше обычной нормы. А потом, ну, мои хорошие. Если бы по Украине что-то было с радиоактивным фоном, первым делом все посольства бы уже тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Была бы какая-то информация. Не-не-не. Я не думаю, что фон радиоактивный как-то, ну, нарушен, так, знаете, серьезно. Серьезно. Ну, а потом мы же дети Чернобыля, я вас умоляю. У нас уже есть свой иммунитет. Инговинский. Я бы хотела, чтобы вообще уничтожили ядерное оружие. Ни в какой стране его не было. Полностью с вами солидарно. Полностью солидарно. И у меня был по этому поводу и даже какое-то видео, когда я об этом говорила, именно на эту тему. Но, видите, на сегодня вот такая ситуация. Очень жаль, очень жаль, что опять начинается гонка вооружений. Татьяна Дунаева пишет. Спасибо, Наташенька, отдельно за ваше путешествие. Пожалуйста. По вашим стопам собираемся с дочкой в Черногорию. Вашу поездку в Черногорию будем частично использовать как путеводитель. Ой, мои хорошие, слушайте, я не могу. Я в Черногории просто по три. Я вот влюбилась в эту Черногорию. Я до сих пор пересматриваю видео. Я еще смотрю. Я постоянно вспоминаю. Вот она мне настолько зашла, эта Черногория. Вот она настолько мне в душе, эта Черногория. Это просто немыслимо. У меня уже были мысли. Я уже смотрела там недвижимость. А может какую-то маленькую студию. А может что-то такое. А может туда бы ездить, например, на раннюю весну. Когда у нас грязь распутится. Вот это вся бе-бе-бе-бе-бе. Уезжать в Черногорию, например, на пару месяцев. И там вот это вот до жары. Там совершенно другое восприятие. Другое восприятие. Вот это начало весны. Или там, ну, или может. Ну, понимаете, так хочется там приехать туда еще. Быть там больше. Быть там чаще. Я влюбилась. Я просто влюбилась в Черногорию. Вот эту красоту. Акотор. Акотор. А вот этот залив. Боже, горы. А какие там заходы солнца. Боже, какой-то заход солнца. Это просто неимоверно. Так освещается все небо. Тут гора. Солнце за гору опускается. Эта гора все освещается невозможным таким сиянием. Это такая красота. Это такая красота. Автивати. Боже. Скажем, ну, нет. Все. Черногория это нечто. Вот не знаю. На меня Испания не произвела такого впечатления, как Черногория. Казалось бы. Ну, хотя нужно сказать, что в Испании у меня было сковерканное такое. Перековерканное маленькое путешествие. Потому что мы же заболели. И неделю, короче, из двух недель мы профукали. Но, тем не менее, даже какого-то, да, вот, ну, вот, такого ощущения, атмосферного ощущения, такого не случилось, как вот от Черногории. Ну, я влюбилась в нее. Ну, влюбилась. Слушайте, мои хорошие, очень всем рекомендую посетить Черногорию, кто не побывал. Наверняка у вас останется она в сердце. Может, она там не такая богатая. Все такое. Слушайте, она классная. Она, природа, это вообще, это просто что-то, это сказочное какое-то, сказочное место на земле, это Черногория. Господи, там 80% страны горами занято, там чуть-чуть побережье, ну, там, где Подгорица, да, столица Подгорица, там немножко есть, там чуть травминки под горой. Ну, а так-то в основном же горы, горы. Ну, до чего там красиво, господи. А какие птицы, боже, я не могу. Я бы с удовольствием в Черногорию опять ехала и ехала, но у меня же какая фишка, мне хочется охватить, охватить неохватуемое, охватить неохватуемое, побывать в разных местах. А так бы я вот в Черногорию бы ездила и ездила, да, или даже осталась бы вообще там в этой Черногории. Очень круто. Но другой момент, что маленькая страна, маленькие возможности, да, соответственно, маленькие перспективы и все такое из этого, вот, понятное дело. Ну, вот, знаете, мне кажется, как для пенсии, ну, какой-нибудь такой обеспеченной, то просто место зашибись, тихо, спокойно, вот. А каким-то нюансом этой страны, там, влажность может быть, да, там, какая-то там ветренность, там, что-то еще, но можно ко всему привыкнуть. И, знаете, это же такой человек, такой таракан, который ко всему привыкает. Это же нюансы, но на самом деле это такая красота. И воздух, какой воздух, его прям ложкой ешь, и так, вот, очень классная Черногория. Мои хорошие, у кого будет, ну, хотя бы какой-то шанс побывать, обязательно езжайте, вот, езжайте, не пожалеете. Так, никакие истории пишут нам, а я думаю, что что-то было таки у том персне, что Путя подаровал президентам, и только Лука его одягнул. Несомненно, уже, я тоже так думаю. Ну, вы помните расклад на эти персне? Вот посмотрите, расклад на эти персне, он же у меня есть. Что-то там было, это вот факт. Вот, что там это было, ну, они должны были, эти персни как-то должны были влиять. Какие-то манипуляции, что именно, я не знаю, я же не могу знать, что. Ну, точно что-то там было, то есть это не просто так подарок, была какая-то фишка. Ну, знаете, у меня же нет такой степени этой фантазии во всяких подлостях. Я даже не могу себе придумать, что они там это сотворили с этими перснями, но однозначно через эти персни Путин пытался, планировал манипулировать как-то, управлять. Точно. Это моя, это стиралка высушила, постирала, вот теперь там гимн играет мне. Гимн в чистоте. А, в Турции будет другой тур выбор. Да, мои хорошие, вот, что я вам говорила, что ни хрена он не выиграет. Нет. Ждем еще несколько недель, а то там уже, знаете, вчера мне писали, Наташа Эрдоган выиграл. Я говорю, да погодите, вот-то не спешите. А то прям, понимаете, через два часа после окончания, после закрытия этих, поняли, да, этих пунктов этих для голосования, уже Эрдоган выиграл. Чего это вдруг вы так решили? Да погодите. Ну, посмотрим, давайте так, пока прогноз работает, посмотрим ближе к выборам еще раз ситуацию. По факту, попрос стоял как, выиграет ли Эрдоган? Нет. Вот сейчас посмотрим. Но он король мечей, то есть я не удивлюсь, если будут какие-то силовые способы воздействия. Король мечей, понимаете? Король мечей, то есть человек, который достигает власти силой. Ну, посмотрим. Эрдоган. Не, он не кается, видите. Ушел бы сейчас и был бы себе жив, здоровый, счастлив. Не, он ищет приключения на свою задницу. Вот диктаторская натура не дает ему покоя, да. Вот тоже. Ну, сам выбирает свой путь. Оксана Рыдлевская пишет. Вы все верно сказали, Наташа. А Головченко уже заменил диктатора на празднование дня флага. Тут все ясно, кто будет после. Можно было вообще не проводить это мероприятие. Но нет, провели и показали, кто следующий. Вообще все печально. Не вовремя лу уйдут. Рашка может заставить вступить в войну Беларусь. Не, я не думаю. Вот интересно, если такое произойдет. Как будут развиваться события? Вы понимаете, Беларусь очень сложно заставить войти в войну. Тем более сейчас, когда Россия эту войну проигрывает в шестую. Если еще в начале что-то и могло бы быть, то сейчас... Слушайте, ну что, они совсем дебилы? Куда они пойдут? Да там их так встретят. Не думаю, что... Другой момент, что Россия есть свои интересы. Может быть, влияние на Запад, еще чего-то как-то. Но так, чтобы Беларусь заходила воевать, ну... Ну что, они совсем глупые. Да нет. Вот они могут помогать. Они могут помогать технически, понимаете? Они могут пускать через свою землю. Они могут помогать технически. Знаете, как помогать? Вот помогать техникой, да? Пускать через свою землю. Вот так, да? Пускать как бы через свою землю. вот так вот, через свою землю пускают, через свою землю, какие-то варианты еще интересные всякие, но вы понимаете, просто так зайти, ну как бы войной, да нет, и потом вы слушаете, ну какая там армия, давайте так откровенно, армия Беларуси, 10 жезлов, ну какие они вояки, ну вот так давайте, да, охранять собственные границы, это мучение, это одно, а реальная война, нет, жизнь в километрах, еще классная тема, чехлы для чемоданов, и рисунки разные бывают, и защищают чемодан от царапин, вот, да, я знаю про чехлы, знаю, ну что-то как-то, у меня, кстати, с этим чемоданом вместе был чехол, но он такой, знаете, паршивенький какой-то белый, зачем белый чехол, чтобы он убился сразу, как здрасте, ну сделали бы черный какой-нибудь чехол, а так какая-то фигня, может это, знаете, такой, ну как с сумочками, вот эти тропичная хрень, ну надо посмотреть, ну обычно я, знаете, что делаю, обычно я пищевой пленкой обматываю, вот просто так вот сверху донизу, чтобы, ну не царапался, обычно пищевой пленкой, ну вообще чехол, да, прикольно, надо, кстати, посмотреть чехол, вот спасибо, может какой-то прикольный, можно, знаете, с рисуночком классным, надо вот глянуть, правда, это мысля, Люмас пишет, Наташенька, желаю вам отлично провести время во время тура, что касается вашего чемодана, я такие не люблю, они очень красивые и очень неудобные, по крайней мере для меня, потому что размер крышки такой же, как и размер дна, ага, потому что размер крышки такой же, как и размер дна, очень трудно укладывать вещи, чтобы они не вываливались из такого чемодана, ага, я поняла вас, но так там же отделение есть посередине, поняли, там же есть, смотрите, дно и оно закрыто карманом средним, да, и оно как бы закрывает, то есть пол чемодана, оно как отдельно, а пол чемодана ты используешь как дно, ты когда открываешь, то вот эта верхняя часть, она же прижата, то есть это же как в кармашке, ну, может, просто ваш чемодан не такой, я не знаю, ну, мне, в принципе, норм, и я забиваю его полностью, полностью одну половину, и она прям держится, там даже такие резинки есть, так раз, пристегнуть даже можно, и вторую половину, у меня чемодан, вот большой чемодан, я его забивала до 30 килограмм, что даже было сверх нормы, ну, побольше, правда, чемодан был, то есть я уже, знаете, так прессовала, вот, ну, не знаю, у меня все нормально, вот, с укладыванием, ну, а что тогда, если не чемодан, ну, смотрите, у Ани есть еще дорожная сумка, у Ани есть еще рюкзак, мы покупали швейцарский, так и называется, швейцарский рюкзак, он такой, с красным крестиком, он прикольный, там куча карманов, там все такое, там куча отделений, боковые, всякие разные, но рюкзак, это ж такое дело, да, это нам можно вручную кладить с собой, а чемодан, все-таки чемодан, чемодан нам, если мы будем в автобусе ехать, то удобно, да, потом же, смотрите, для Италии такой чемодан маленький, удобнее, чем большой, во-первых, много остановок, в каждый отель с автобуса опять затаскивай, да, тягайся с ним, он более такой маневренный, на колесиках, раз-раз-раз, поехал, понимаете, сумки не наносишься, большой чемодан тоже неудобный, а вот такой вот небольшой чемодан, я думаю, в принципе, пойдет, а плюс, смотрите, какой расчет у меня, я возьму с собой чемодан маленький, но возьму еще безразмерные большие сумки, легкие шопперы такие, с собой, ну, один или два, мы ж в Италии, мои хорошие, мы ж будем в Италии, в Италии это ж место для шоппинга, зачем с собой набирать барахла, минимально, футболочки там, там три футболочки, там двое штаников, шортики, купальник, все, тапочки, да, мы ж там будем скупляться, мои хорошие, прикол же в чем, накупить там всякого разного, уложить еще в сумочку и привезти вместо одного чемодана два чемодана, понимаете, мы ж будем в автобусе, в автобусе есть нюанс, там нет перевеса, понимаете, в отличие от этого аэропорта, мы там просунем еще одну сумочку куда-нибудь, тромбанем эту сумочку, понимаете, и привезем оттуда еще футболочек, кофточек и всякого разного, потому что у меня расчет еще на шоппинг, поэтому я и беру маленький чемодан, не свой обычный большой, а маленький, чтобы привезти в два маленьких чемодана обратно, ну в Италии, мои хорошие, ну это же грех не подскупиться в Италии, ну надо же, естественно, мы едем шоппингом, правда, дайте водички попить, ой, вопрос от Игоря Морозова. Доброго вечера, где вы учились Таро? Я уже давно вагалась, а, ну это все-таки Игорь Морозов, это только аккаунт, потому что все-таки женщины пишут, я уже давно вагалась и нарешті купила першу колоду, но из чего начать лучше, буду вдячна за пораду, бо дивлюсь вас уже рік, и вы круто разумеетесь на Таро. Дякую, лише я не понимаю, как до вас вернуться, но дякую, я навчалася сама, интуитивно, и, понимаете, как, навчитися Таро, ну вот как навчитися Таро, вот, вот, воно какая-то дурня, ну как навчитися Таро, ну ты можешь навчитися, что, что означает, вот будь какая карта, аркан, так, значение аркана, ты можешь выучить, но ты же не можешь навчитися оцей, саме цей аркан достать, вы понимаете, саме, это уже, ну вот слушайте, Таро вам в будь-якому разі піде в плюс, в будь-якому разі, це, ну это такая, гарный такой, господи, слухай, давай-то на російський, хорошо проведённое время, вот в любом случае, хорошо проведённое время такая, да, медитация, пасьянс, вот шо угодно, вот шо угодно, но, чтобы Таро с вами говорили о правде, о том, что будет, почему так случилось, разговаривали, чтобы Таро с вами разговаривали, нужен какой-то дар, ну я так считаю, а когда это просто момент, ну, на такой психологический отдых, ну тогда да, на таком уровне можно научиться, легко, так где угодно, в интернете, литература, что угодно, но они должны, либо у вас проснётся, это яснознание, да, ясновидение, либо его нет, и оно не проснётся, да, вот оно же не в каждом человеке, ну не может быть в каждом человеке, это ненормально, все были прямо тут ясновидящие, капец уже, можно было бы с ума сойти, да, но тем не менее, поэтому я думаю так, учиться можно как угодно, если вы почувствуете, торкнет, и у вас пойдёт, то вообще не важно, где вы учитесь, потому что у вас интуитивно пойдёт волна, пойдёт, 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 и ты начнёшь глубже и глубже уходить в эту систему, понимаете, и видеть, и по-разному, ясновидящий человек, он и через таро, через руны будет видеть, через сны, вот у меня через сны бывает, мои хорошие, я сейчас вам расскажу про сон, какой сон, я забыла, я аж утром сегодня ещё думаю, надо рассказать, а потом я закрутилась, закрутилась, у меня там ещё дела, ну помалой по её обучению, и я вообще забыла, слушайте, какой мне сон снился сегодня, вроде бы я торгую растениями, ну вы ж помните, я ж вообще ландшафтный дизайн, и вот я продаю как в садовом центре, как будто бы продаю растения, я в садовом центре, кстати, я работала в садовом центре, да, вот в таком, сад вашей мечты называется, слушайте, это супер сад, лучший садовый центр Днепра, рекомендую, лучший, это просто супер, и коллектив, и растения, всё, хотите супер растения, вот мой сад, он на 80% это сад вашей мечты, 80%, принимается, всё растёт, о, супер, ну дело не в этом, я в садовом центре, и как будто бы ко мне приходят с консультацией, спросить у меня, да, спросить рекомендацию, что посадить на кладбище, на захоронениях, я понимаю, что я даю рекомендацию россиянам, понимаете, ну я понимаю, что это для россиян, потому что я думаю, вот в голове у меня была мысль про их климат, я думаю про климат, что не будет ли вымерзать, потому что там же тоже климат более суровый, чем в Украине, ну в основном, да, такое, и я даю им консультацию, что лучше посадить, какие растения им подойдут для кладбищ, ещё говорю вам вот это, а знаете за что, так, это у меня антивирус тут умничает, а знаете за что было, я им рекомендую, значит, под, если говорю, ну в общем там не важно, если засаженные деревьями, если у вас много, говорю, деревьев, в тени вы можете насадить хосты, потому что как бы они неприхотливые, разрастаются, и вы собственно в тени, если там засажено уже всё деревьями, вы можете насадить хосты, либо садите хвойники, можжевельники, тоже будет неприхотливо, говорю, потому что у вас же, говорю, никто поливать не будет особо, ухаживать будет некому, а вас ждут много похорон, вас ждут большие массовые захоронения, говорю, вам нужна большая партия, чего-то такого дешёвого купить, чтобы много рассадить, и оно разрослось, понимаете, то есть фишка была в том, чтобы они что-то такое посадили, простое, и оно само по себе разрасталось активно, я им подбирала растения для массовых, для большого количества погребений, точно, ну что, мои хорошие, судя по всему, ждут Россию очень массовые, относительно сегодня, относительно сегодня, то есть и сейчас их немало, но относительно сегодня, массовые похороны, я вам точно говорю, прямо вот, слушайте, вот сон такой, я им подбирала растения для массовых захоронений, какие-то такие, знаете, неприхотливые, что-то такое простенькое, вот вам и сон, я проснула, сразу об этом подумала, ну и вы же, у меня были другие дела, чтобы там сразу вам рассказывать, выходить, ну вот сейчас хорошо вспомнила, такие дела, вот вам и сон, следующий сон, давненько у меня не было вещей, но вот относительно войны, уже давненько, что-то такое было, все сумбурно, непонятно ли про меня, а вот сегодня, это точно все-таки такой, общественный сон, да, так вот, о чем мы говорили, по поводу Таро, то есть я считаю, что обучаться Таро, можно всем, кому угодно, пожалуйста, но, эффективно предсказывать, с помощью Таро, может человек с даром, а просто приятно проводить время, анализировать, да, вот как с пасьянцами, это может любой человек, возможно Таро, может помочь, психологам, психиатрам, да, психотерапевтам, в работе с клиентами, с пациентами, клиентами, как хотите, тоже, то есть это такой, это такой инструмент, и в разных руках, он будет работать по-разному, понимаете, важно, какие руки, руки, эти руки не для скуки, важно, какие руки берут карты, да, и они будут давать разный эффект, так что желаю вам удачи в изучении, ну, а что они вам принесут, зависит от вас, вот так, сами по себе карты, это только бумага или пластик, это очень смешно звучит, Наташа, дайте мне совет от карт, я говорю, совет от чего, от бумаги, все хотят, знаете, чтобы им сказали, как жить так, чтобы быть счастливым, если б же мы знали, ну, вот так, мои хорошие, ну, что ж, я вас люблю, целую, а давайте я вам покажу, маленькую шабачку, давайте, меня все просят, Наташа, Наташа, что там, ваш щеночек, я вам покажу, погодите, минутку, вот у нас, шабака, махонькая, вот, вот у нас, пасочка, вот эта пасочка, вот эта, видите, она с крестиком, это чудо, которое у нас родилось, понимаете, в кустах, в праздничный день, смотрите, какая, такой хомяк, видите, хомяцок такой, красивый такой, да, не знаю, крестик или рыбка, мне так на рыбку похоже, видите, а если вот так, так можно сказать и крестик, да, вот такое, вот такая красота, котик, красотка, этой красотке мы купировали хвост, ну, по обстоятельствам, так пришлось, я не купирую, но здесь, в данном случае, видите, будет попа, вот такая красивая, будет просто американский тип, с купированным хвостом, прям такая американка получится, ну, исходя из этого, естественно, она будет продаваться не в разведении, а именно на самый крутой, замечательный, любящий диван, вот, на диван, вот такое чудо будет, да, да, но очень крутая, видите, какая будет классная, классическая коржиная попенция, вот такая вся нарядная, вот такая принцесса, такая принцесса, кстати, имени пока у принцессы нет, это принцесса, рожденная на Пасху, обращайтесь, возможно, придумаем ей имя, буквы здесь, в данном случае, тоже не будет, буквы не будет, поэтому на любую букву можете предлагать, это такой чудесный ребенок, который чудом, собственно говоря, родился, чудом сохранился, ну, и вот растет, такое чудо в перьях, так что, пожалуйста, можно давать варианты имен, можно резервировать, можно обращаться по поводу и без повода, в общем, ждем, любим, целуем, ждем вас на канале, да, маленькая Пасочка передает вам привет, 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 да, это моя Пасечка, это моя Пасечка, бу-бу-бу, бу-бу, кучеловаха, ты еще человаха, да, ты человаська, маленькая, моя человаська, человаська моя, моя зелёта, пока, пока, пока,